МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуацию на границах и работу службы исполнения наказания обсуждали сегодня на заседании Совета обороны. В офисе компании Кумтор проведен обыск. Правительство отчиталось за 2015 год. Депутаты признали отчет удовлетворительным. Трасса Север-Юг. Строительство идет полным ходом. Страна готовится к празднованию Великой Победы. Правительство утвердило план мероприятий на 9 мая. В эфире программа «Итоги недели» в студии Джилл Джумабекова. Здравствуйте. На этой неделе в селе Алмалу-Була в Джалабадской области под оползнем остался 14-летний подросток. Тело девятиклассника Эрлана нашли вечером следующего дня после трагедии. Оползень в тот день накрыл и семь временных домов. Стоит отметить, что эта местность еще в 1994 году была признана опасной для проживания. Правительство даже выделяло суды, чтобы они переехали, но сельчане жили там до сих пор. Когда мы начали вытаскивать Эрлана, то из-под земли услышали гул. Люди начали кричать «Бегите, бегите, оползень!». Мы так хотели вытащить Эрлана, но выбора не было. Чуть сами не остались под грунтом. Мы так хотели вытаскивать, чтобы они не остались под грунтом. Мы не остались под грунтом. Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семье Эрлана Урматбекулу. Также глава государства распорядился выделить 100 тысяч сомов из президентского фонда для оказания материальной помощи семье Эрлана Урматбекулу. Сегодня стало известно, что два вице-президента компании Кумтор Голд Компани Бертон и Лоу покинули территорию Кыргызстана после обыска в офисе компании. Напомним, межведомственная следственная группа в составе Генеральной прокуратуры, ГКНБ, МВД и ГСБЭП провела обыск в офисе компании Кумтор с целью изъятия документов, предметов и иных носителей информации. Он был проведен в рамках расследуемого уголовного дела по фактам финансовых нарушений, связанных с незаконным выводом средств и активов компании. Также надзорный орган сообщал о том, что в ближайшее время будет проведено следствие с участием руководителей других служащих компаний. Напомню, 28 мая 2014 года силовики задержали председателя правления Крызалтын Гильгера Джапарова. По итогам расследования Первомайский суд признал его виновным и назначил ему три года лишения свободы в колонии-поселении. «Раз создана межследственная группа, она должна в первую очередь допросить самых главных, в том числе этих выехавших людей. А теперь мы упустили, они уехали, вряд ли они возвратятся. Но вывод активов это уже был в 2013 году, из-за чего был привлечен к ответственности Дильгера Джапаров. Поэтому это большая проблема для нас. Поэтому нам нужно срочно сделать новое соглашение с Центера Голд». Канадская организация по регулированию сферы инвестиций в промышленность может принять решение о введении временной остановки торгов ценными бумагами публичных компаний. Это решение организация опубликовала 28 апреля. Временная остановка торгов вводится для упорядочения рынка, сообщается на сайте организации. Между тем, Национальное агентство по ценным бумагам Канады в результате обращения акционеров уже начал служебное расследование в отношении менеджмента Центера Голд и приостановил торги акциями в Торонто. По словам экспертов, для регулятора это сигнал. И в подобных моментах он начинает расследование всех обстоятельств, которые повлияли на резкое падение стоимости акций и деятельности менеджмента Центера Голд, допустившего обвал стоимости акций. Они закрылись, и все, что там внутри творится, общество не знает. Но поскольку все-таки это месторождение находится у нас, работа у нас, и из четырех месторождений, которые входят в состав Центера Голд, работает только наше месторождение, Кюм-Туэр, а те законсервированные или будут только где-то в будущем работать, мы должны знать, что мы, может быть, за счет Кюм-Туэра кормим, как говорится, остальных членов акционерного общества. Я, самое главное, хочу сказать, что эту точку по Кюм-Туэру надо ставить. Насколько мне известно, в самом начале создания этой кампании между правительственными соглашениями было написано, что около 10% акций этой кампании будет обращаться на кыргызской фондовой бирже, на кыргызском рынке. Однако это не произошло, нарушение международного соглашения. Это говорит о том, что эта кампания никогда у них не была намерена раскрывать информацию, раскрывать объективную финансовую информацию населению Кыргызстана, инвесторам Кыргызстана, потому что это, видимо, им было невыгодно. Когда мы требовали, чтобы вот это выполнялось условие, чтобы акции обращались на нашем рынке, мы никогда не находили поддержку от руководства Кунтора. На этой неделе члены правительства принесли присягу. Вслед за этим премьер-министр отчитался за работу правительства за 2015 год. После долгих обсуждений депутаты признали отчет правительства удовлетворительным. Тем временем новый глава кабинета министров Сорунбай Джейенбеков определил приоритетные направления на ближайшее будущее. Главное – ускорить интеграцию экономики страны в Евразийский экономический союз. А это значит строительство ветеринарных и санитарных лабораторий, чтобы отечественные производители, в частности аграрии, получили доступ на почти 200-миллионный рынок ЕС. На этой неделе премьер-министр проинспектировал контрольно-пропускной пункт Ахтелек автодорожный на Кыргызско-Казахской границе и остался недоволен уровнем обслуживания и состоянием самого КПП. На примере этого пункта Сорунбай Джейенбеков дал поручение улучшить инфраструктуру всех контрольно-пропускных пунктов страны на границах. А на КПП Ахтелек автодорожный поручил завершить строительство дополнительного моста для увеличения пропускной способности. Об отчете правительства подробнее расскажет Джейбек Хапарбекова. Как только нардепы определились с кандидатурой спикера Джорху Кейнеша, новый кабинет министров Сорунбай Джейенбекова принес присягу. Впрочем, Кабмин новым-то и не назовешь. Появились только три новых лица. Сорунбай Джейенбеков поклялся, что будет свято чтить Конституцию страны хорошо и честно работать. В ином случае готов нести ответственность. Клятву произнесли и все остальные вице-премьеры, министры, силовики. Правда, некоторые от волнения забыли положить правую руку на Конституцию. На таких церемониях традиционно присутствует президент Алмазбек Атамбай. После официальной церемонии сразу к работе, ведь Кабмин еще не отчитался за прошлый год. Сорунбай Джейенбеков, хоть и совершенно новый человек в правительстве, но отчитываться за своего предшественника, Тимира Сареева, пришлось ему. В своем отчете глава Кабмина отметил, что правительство, несмотря на мировой кризис, сумело сохранить макроэкономическую стабильность. И более того, обеспечить рост экономики. По итогам прошлого года Кыргызстан показал самый большой рост в экономике и 3,5% среди стран-членов Евразийского экономического союза. А инфляция сохранилась на невысоком уровне. Общий объем прямых инвестиций за прошлый год составил 818 миллионов долларов. Успешно проведены конкурсы на разработку золоторудных месторождений Джируя, Террикана на сумму 7,5 миллиардов сомов. Наряду с этим построены 98 объектов социального назначения и впервые за многие годы предусмотрена сумма в размере 1 миллиарда сомов на улучшение внутренних дорог в регионах страны. Если опустить цифры, то ситуация в экономике не менее стабильная, чем у соседей, считают в правительстве. Впрочем, большинство депутатов интересовало другое. Например, лидер оппозиционной фракции Умирбек Бабанов очень недоволен структурой правительства. Он считает, что новосознанный энергохолдинг абсолютно неэффективен. В течение короткого времени надо вновь вернуть министерство энергетики, которое разворотил Тимир Сариев. Энергохолдинг не пойдет. Почему половину его функций передали Минэкономике? Пересмотрите этот вопрос. Мы создали его в надежде навести порядок в работе энергокомпании, потому что он будет заниматься всеми хозяйственными вопросами, а политику в сфере энергетики будет осуществлять Минэкономики. Исходя из всего опыта, я думаю, что этот холдинг будет работать. Волнует депутатов и судьба госипотечной компании. Они заявляют, что суммы взносов абсолютно неподъемны для многих соцработников. Поступают жалобы, что те, кто реально нуждается в крыше над головой, даже госипотеку называют для себя роскошью. К примеру, учителя получают где-то от 8 тысяч сомов. С таким доходом большинство нуждающихся учителей не будут отвечать требованию ипотечного кредитования, согласно которым ежемесячно нужно будет платить свыше 15 тысяч сомов и внести первую сумму где-то от 10% до 30% суммы стоимости жилья. В этой связи я хочу спросить вас, попросить рассмотреть вопрос возможности пересмотра условий выдачи ипотечного кредита. Мы все рассмотрим. Я не могу сейчас вам ответить сразу, что этот вопрос мы решим, но мы посмотрим на свои возможности и потом вам ответ дадим письменно. Спасибо, потому что учителя очень надеются на решение их проблем. Не могли не задать вопросы относительно судьбы и строительства трассы Балакчику-Румдо. Ведь именно из-за этого скандала и подал в отставку предшественник Джейнбекова Тимир Сареев. Впрочем, нынешние глава правительства и не отрицают, что по данному вопросу возникла сложная ситуация. Недавно вы были с рабочей поездкой в Иссакульской области по вопросу Балакчику-Румдо. Ситуация сложилась нехорошая и инвестор немного беспокойный за случившегося. Как вы намерены выйти из ситуации? Надо честно признать, средств нет. По соглашению, из общей стоимости проектов 6,8 миллиарда сомов должны были выдать им в начале 10%, но пока выплатили только 180 миллионов. Планировали выручить деньги от продажи Мегакома, но пока не получается провести торги. Теперь они перенесены на 11 мая. Я могу отказаться от проекта, но тогда мы должны будем выплатить 2,5 миллиарда сомов этой компании как неустойку. А пока будут идти судебные разбирательства, строительство дороги будет приостановлено. Премьер-министр поделился и планами на будущее. Он обещал, что в целях использования полного экспортного потенциала и возможностей ЕАЭС для нашей страны, поиска и выхода на новые рынки сбыта, правительство создаст единый институт по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Джейнбеков заявил, что каждого экспортера надо знать в лицо. На прошлой неделе я посетил контрольно-пропускной пункт «Актелег» на границе с Казахстаном. Реальная картина на границе далека от той, которую рисуют госорганы. Очереди из машин, несоответствующая инфраструктура, несогласованность пограничных таможенных и налоговых служб создают для экспортеров определенные трудности. Будут разработаны конкретные меры для наведения порядка на контрольно-пропускных пунктах. Будет активизирована работа по снятию ветеринарного контроля. После представленного отчета депутаты, можно сказать, проявили некоторую лояльность, понимая, что Джейнбеков в правительстве человек новый. Оттого и критиковать много не стали, но советов и просьб было достаточно. Итоговая оценка деятельности правительства за прошлый год удовлетворительна. Сегодня под председательством Алмазбека Атамбаева состоялось очередное заседание Совета обороны. Прошло оно в закрытом формате. На повестке дня было два вопроса. Об укреплении пограничной безопасности и ситуации в тюрьмах и колониях. Со своими предложениями и замечаниями по этим вопросам выступили президент Национальной академии наук Абдуганейр Кибаев, лидеры фракции Джоурку Кенеша, Эмирбек Тикибаев, Ханат Исаев, Бахат Терубаев, Алтымбек Сулайманов, Исаум Ркулов и Эмирбек Бабанов. По итогам обсуждений, с учетом высказанных в ходе заседания, предложений и замечаний, члены Совета обороны приняли соответствующие решения. Подробнее о том, о чем шла речь на закрытом заседании Совета обороны, на встрече с журналистами рассказал его секретарь Эмир Джумахадыров. Итак, по укреплению пограничной безопасности поставлена задача комплексного повышения эффективности охраны госграницы. Совет обороны в сложившейся ситуации считает, что необходимо укрепить потенциал госпогранслужбы, усилить его боеготовность, принять меры по повышению охраны госграницы, укрепить материально-техническую базу ведомства. Джумахадыров рассказал, что отдельным госорганам была поставлена задача улучшить эффективность работ на приграничной территории для обеспечения социально-экономического развития по повышению активности в работе с населением, проведение разъяснительных бесед с целью предотвращения разного рода конфликтов в приграничной зоне. Касались вопросов дальнейшего продвижения процесса по делимитации, демаркации линий госграниц. Здесь, конечно, обсудили вопросы активизации работы с нашими соседями. Кроме этого, обсудили вопросы повышения работы и усиления работы по вопросам делимитации и демаркации. В данном направлении были высказаны ряд конкретных предложений, которые, я надеюсь, что в скором времени и правительство Крыжевской республики, и Дюркенеш, и все вместе мы приступим к реализации этих мер. Весьма серьезный разговор на Совете обороны состоялся и по ситуации в тюрьмах и колониях страны. Этот вопрос, как заметил Джума Кадыров, еще ни разу не поднимали на столь высоком уровне. Ситуация в уголовно-исполнительной системе долгие годы была вне поля зрения правительства, констатировал секретарь Совета обороны. Итак, Совет обороны решил вплотную заняться проблемами тюрем, произвести системные изменения в госслужбе исполнения наказаний. Проще говоря, ГСИН должен заниматься своими прямыми обязанностями, делать все возможное, чтобы человек, попавший в места не столь отдаленные, исправился и более не совершал преступлений. Обсуждались ряд конкретных задач, которые направлены на дифференцированное содержание осужденных, ряд предложений по повышению эффективности обеспечения охраны специальных учреждений. И одним из таких больших блоков было отмечено то, что в уголовно-исправительной системе необходимо возрождать производственные мощности. В этом направлении определенная работа уже проделана, и в дальнейшем эта работа тоже будет продолжаться. Верховный суд пересмотрит дело Азимджана Аскарова. Об этом ведомство сообщило в начале этой недели. Так, согласно статье 41 Конституции, в связи с решением Комитета ООН и в случае поступления заявления от осужденного Азимджана Аскарова, суд должен будет рассмотреть его уголовное дело по новым обстоятельствам. Напомню, 21 апреля этого года был опубликован доклад Комитета по правам человека ООН. В документе заявлено, что Аскаров якобы был незаконно задержан. Эксперты Комитета ООН по правам человека рекомендовали его освободить. Канат Канеметов собрал мнение экспертов по этому поводу. Слегка подзабытое имя Азимджана Аскарова недавно вновь запестрела на передовицах газет и в главных блоках новостей. Немного немало Комитет ООН выразил озабоченность судьбой так называемого правозащитника. В связи с этим в Кыргызстане на высшем уровне заговорили о необходимости изменить Конституцию. Вообще у многих в Кыргызстане вызывает недоумение. А с чего это США и подконтрольные держави организации вроде Human Rights Watch так внимательны к этому Азимджану Аскарову, утверждая, что он содержится в нечеловеческих условиях и его надо освобождать, причем немедленно. И с чего это Комитет ООН по правам человека вмешался вроде бы в чистую уголовщину. На решение Комитета ООН незамедлительно отреагировал Верховный суд Кыргызстана. Что это значит? Это значит, что Кыргызстан, являясь подписантом различных международных пактов и соглашений в сфере прав человека, не может не отреагировать на подобное решение. 41-ю статью Конституции в Белом доме считают миной замедленного действия и заговорили о том, что нужно менять ее. Но без вторжения в полномочия ветвей власти. Представьте, если подобное решение тот же Комитет ООН примет якобы в защиту прав человека, но в поддержку каких-либо религиозных террористов либо других разжигателей межэтнической розни. То есть какие-нибудь правозащитники, прикрываясь решением Комитета ООН, станут требовать от Кыргызстана освободить экстремистов и террористов. Что нас ожидает в таком случае? Теракты? Кровь мирных жителей? Поверьте, на этом фоне требования освободить Аскарова покажутся цветочками. Произвести точечные изменения в Конституции советник президента предлагает без вторжения в полномочия ветвей власти, намекнув на то, что действующий основной закон, мягко говоря, несовершенен. Я далек от мысли о чем-то преднамеренном предательстве. Но в случае с решением Комитета ООН по правам человека по делу Аскарова, перед нами открылась, на первый взгляд, странная, а при детальном анализе страшная реальность. В нашей Конституции есть отдельные ее части, которые подвергают сомнению независимость и суверенитет Кыргызской Республики. У многих моих коллег такое впечатление, что к разработке Конституции не привлекали специалистов в сфере безопасности. Как тут не обойтись без комментария отца Конституции? Он утверждает, что ничего трагичного в решении Комитета ООН нет. Требование освободить Аскарова – всего лишь рекомендация, а не приказ, уверен Тикибаев, и называет больше десятка фамилий кыргызстанцев, которые добились такого же решения ООНовского Комитета. Итак... А вот как вы считаете, нужно ли менять Конституцию, если да, то... Для чего? Почему нужно менять? То есть оснований для того, чтобы менять Конституцию, совсем нет? Нет. Могут быть разные соображения. У каждой политической силы могут быть свои соображения, свои видения. Исходя из этого, они могут предложить... Имеют право на это, могут предложить какие-то изменения. Если большинство, почти все, политические силы поддержат, тогда появится реальная возможность внести изменения в Конституции. Доктора юридических наук достаточно давно говорят о том, что в Конституции очень много так называемых мин замедленного действия, проще говоря, противоречий. Когда закон противоречит друг другу, закон не будет работать. Или вот когда одни и те же положения, одни и те же положения или нормы, пишется в двух-трех местах по-разному, тогда их можно толковать по-разному. Это тоже мина. В Белом доме утверждают, что не будут трогать ветви власти, если все-таки дойдет до изменения текста основного закона. Юристы же указывают на основополагающие проблемы, которые не дают четкой картины, кто же и как должен управлять государством. Начиная с первого раздела «Основы конституционного строя», до сих пор четко непонятно, какая форма правления у нас. Парламентская, президентская или смешанная и так далее. Мы везде говорим, что у нас парламентская, но нормы Конституции не отвечают четко тому определению парламентской формы правления, которая имеется в международных и национальных различных правовых документах, учебниках и так далее. У нас какая форма правления? Здесь об этом конкретно не написано. У нас, вы знаете, у нас появился такой хардовский парламентаризм, которого нигде в мире нет. Хардовская республика принимает меры, подчеркиваю, принимает меры, по их восстановлению или возмещению вреда. Тикибаев – главный разработчик постреволюционной Конституции 2010 года. Спрошу им прямо, есть ли мина замедленного действия в его законе, если гарантия того, что, когда придет другой президент, он не превратится, образно говоря, в дракона. Ну да, сначала какой-то сапер должен обнаружить эти мины. Понимаете? Любое положение, может быть, в определенных условиях, может иметь отрицательное. Любое. Если президент плохой, то раздел очень плохой будет. Коварный, хитрый. Раздел о президенте будет не только миной, но и бомбой. Такая бомба взорвалась в пятом году, в десятом году. Между тем, любому здравомыслящему гражданину понятно, что ситуация вокруг Аскарова всего лишь политика, причем политика давления. Летом прошлого года Госдеп США награждает пожизненно осужденного Азимджана Аскарова престижной премией. После этого отношения Бишкека и Вашингтона уже не те, что прежде. Власти страны денонсировали соглашение о сотрудничестве. Не прошло и года, как Госдеп вновь идет в атаку. На этот раз выпущен доклад, в котором американцы резко раскритиковали ситуацию с правами человека в Кыргызстане. И последний удар – решение комитета ООН. Америка считает, что это та страна, которая может диктовать странам-сателлитам, и считая Кыргызстан таким, свою власть, свою политическую волю. И Кыргызстан, который все-таки существует на определенные гранты американского государства, до этого случая всегда выполнял все заказы американского государства, какими бы они фантастагоричными или какими-то они нереальными бы были. Но вот благодаря этому инциденту Кыргызстан впервые показал о том, что он является действительно самостоятельным, суверенным и независимым государством. Так как же реагировать на решение комитета ООН? Депутаты считают, что это решение вовсе не обязательно для исполнения. У нас суверенное независимое государство и такая же система правосудия. Это должно быть выше всего. И мы должны расценивать решение комитета ООН просто как призыв, ничего более. А вот если Кыргызстан освободит Аскарова, представляете, что будут чувствовать родные убитого милиционера. Действительно, во всей этой круговерте вокруг Аскарова совсем забыта семья убитого милиционера Мактыбека Сулайманова, с которым жестоко расправилась толпа в базар-кургоне, еще живого облила бензином и подожгла. Вдова милиционера Чинара Бечелова до сих пор не находит себе места. Как яствует из материалов, дело было так. В разгар июньских событий, когда уже вспыхнул Джалла Бат, поступает информация, что группа людей перекрыла трассу Бишкек-Ош в селе Базар-Кургон, чтобы не допустить проезда колонны из Бишкека. Впоследствии выяснилось, что в числе организаторов был и Азимджан Аскаров. Они намеревались взорвать стратегический мост через реку Кара-Ункур и ликвидировать прибывших безоружных милиционеров. Людей, которых в большинстве своем обманным путем вывели перекрывать трассу, утверждают, что в числе организаторов видели Аскарова. Он ходил по домам, призывал перекрывать трассу, прибывшего начальника милиции взять в заложники, а его подчиненных убить. Нам все равно, что будет с Аскаровым. Мы не хотим повторения таких событий. Поднимать тему Аскарова не стоит. Наказание ему определил суд. Пусть несет ответственность. В этой ситуации, прежде всего, правозащитникам Кыргызстана следовало бы подумать о семье и родных Мактабека Сулайманова. Каково им? Кто защитит их права? Ханат Канеметов, Бактур Сундышембеков, Осмун Улам Садыров и Алмаз Сатаров. Общественный первый канал. Итоги недели. Сегодня Алмаз Бегатамбаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сираджидзина Аслава, прибывшего в страну с официальным визитом. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В стране активно ведется строительство дорог. Прокладывается стратегическая трасса с север-юг. Повсеместно строятся внутренние дороги. В городах республики и в столице обновляются дорожные полотна. С ходом строительства альтернативной дороги познакомилась наша съемочная группа. Джебек Капарбеков об этом подробнее. Эта трасса через перевал Туашу на сегодняшний день пока единственное, что объединяет север и юг страны. К примеру, нарунчанам или и сукульцам, чтобы попасть в Джалабад, приходится сначала приезжать в Бишкек, преодолевая сотни лишних километров. Оттого и трасса Бишкек-Ос считается одной из сильно перегруженных. По подсчетам, через перевал Туашу ежедневно должны проезжать только 460 машин. На деле же проезжают в 8 раз больше – порядка 3,5 тысяч. И есть риски, что в ближайшие годы трасса не сможет обслуживать такой большой транспортный поток. Альтернативой автотрассе Уж-Бишкек будет трасса Джалабад-Балкче протяженностью всего 433 километра. Существующая трасса между Балкче и Джалабадом составляет 748 километров. Если будет построена альтернативная дорога, она сократит расстояние на 330 километров. Впрочем, дорога будет прямой, разве что нужно преодолеть перевал Гёгард. А высота перевала составляет 2500 метров. Высота же Туашу – 3000 метров. Процесс строительства дороги Джалабадской Балкче разделен на три фазы. В первой фазе будет построена дорога Джалабад-Казарман протяженностью 242 километра. Во второй фазе будет проложена дорога от Казармана в Орал протяженностью 96 километров. Третья фаза строительства трассы Орал-Кочкор-Балкче в 74 километра. На сегодня начата только первая фаза строительства, а работы на самом деле много. Здесь, в Тогустуровском районе, ранее и вовсе не было дороги. Работникам приходится строить все по-новой. В общем, вообще строительная работа начата в 2014 году, 1 апреля, согласно контракту. В данное время прошло два года срока. Общий объем выполненных работ. По данной фазе строительных работ составляет на сегодняшний день где-то 35 процентов от общего контрактной стоимости. В основном, это первоначальные выполняемые или выполненные работы, это строительство мостов, железобетонных труб, подпорных стен. Взялись и за самую тяжелую работу прокладывают тоннель в горе вместо дороги вокруг. Его ширина 10 метров, длина почти 4 километра. Здесь же рядом на перевале Когард строится дополнительный тоннель на случай экстренных ситуаций, чтобы обеспечить непрерывность транспортного потока. Сейчас рубят проходы в горе сразу с обеих сторон, уже вырыто в глубину порядка 100 метров. Учитывается каждая мелочь риски с хода лавин и селий. Для этого устанавливают специальные бетонные перегородки. Работа в основном производится, завершена, во многих участках по мостам завершается, по сооружению водопропускных железобетонных труб и подпорных стен. Водопропускные трубы, специальные сооружения, количество составляет около 700 штук. Общая протяженность где-то 4,5 тысячи метров. В рамках первой фазы установят и 12 мостов. Большая половина работ уже позади. Каждую деталь тщательно проверяют специалисты из Минтранса. Каждая деталь подвергается проверке. Она должна соответствовать всем требуемым нормам. Арматура, используемая для строительства мостов, должна иметь отдельные сертификации ответствия. Мы привозим ее из России. К тому же наша проверка не конечная. После качества мостов проверяет агентство строительства на наличие каких-либо дефектов. Строительство альтернативной трассы положительно отразилось и на местных жителях. По договоренности, 70% рабочей силы должны быть из их числа. Зарабатывают они в зависимости от квалификации. Разнорабочие получают по 15 тысяч сомов, инженеры – по 40 тысяч. Долгое время я не мог найти работу. Как только началось строительство альтернативной трассы, я устроился сюда. Теперь могу прокормить семью. Платят всегда вовремя. Конечно, плюсов от строительства альтернативной дороги север-юг немало. Данный маршрут будет пролегать в большой отдаленности от линии госграниц с соседними странами, что важно для безопасности государства. К тому же, создание сквозного транзита по маршруту Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан в обход Узбекистана позволит стране выйти из транспортного тупика при сохранении экономической самостоятельности. А это приобретает особую актуальность в рамках вступления Кыргызстана в ЕАЭС, ведь откроются прямые пути для экспорта. По плану, строительство альтернативной дороги завершится к ноябрю 2018 года. В уходящем месяце отмечался Всемирный день борьбы с гемофилией. Гемофилия – это несвертываемость крови, одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания. Ежегодно, 17 апреля, многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения, чтобы привлечь внимание общества к проблемам этого недуга. Сегодня в Кыргызстане сотни людей страдают этим неизлечимым генетическим заболеванием. Каждый день они нуждаются в дорогих лекарствах и другой медицинской помощи. Но получить эту помощь удается, увы, далеко не всем. Ширин Асанакунова подробнее. Больше всего хочется там на велике покататься, попрыгать с друзьями, футбол. Но нельзя. Бывает, что Никита неделями, а то и месяцами не ходит в школу из-за частых гемортрозов. Так называют кровоизлияние в полости суставов. Для человека с гемофилией любое такое кровоизлияние может стать роковым. Я вот если упаду, у меня через 15 минут сразу синяк выходит. Если я сделаю укол, то опухоль спадает и через день-два уже все проходит. А если я не буду укол делать, то так я буду долго оставаться. Младший брат Никиты тоже болен гемофилией. Из дома почти не выходит. Любая ранка для этих ребят может стать смертельной. А лекарств, которые этим детям выделяет государство, хватает всего на 2-3 пореза или ушиба. На улице они ходят, потому что все равно лишние гематомы нам не нужны. Мы будем просто потом мучиться и умирать. А если бы государство закупало нам фактор, хотя бы для профилактики, вовремя вводить фактор, чтобы у них не было патологий, гемортрозов и кровотечений, тогда они были бы, как все нормальные дети, существовали, жили, учились и работали. У ИЗА тоже двое мальчиков с таким же диагнозом. Женщина в прошлом году чуть не потеряла ребенка. Старший перенес операцию на голову. Это ужас для нас. Нам где-то около 30 международных единиц ушло. Тысячи. А когда мы на год получаем 6,5, а когда у нас один удар и уходит 30 тысяч международных единиц, это ужас, понимаете. В деньгах, я боюсь об этом даже озвучивать. У нас маленькие порезы или где-то ударяются. Мы не делаем им уколы, потому что этих нет. Мы храним их, держим. Из-за этого мы спрашивали у других мам. Вот так собирали мы. В Кыргызстане 125 детей с этим диагнозом. Гемофилия – заболевание наследственное. Болеют им только мальчики. В садике таких детей не берут. Слишком большая ответственность. Мы боимся жить дальше, честно говоря. До 16 лет, конечно, все у нас впереди. Может, мир изменится и государство начнет закупать нам. Но мы хотим этого. Мы хотим жить. Калычбек Султанов уже четыре месяца лежит в больнице в тяжёлом состоянии. У него гемофилия и почечное кровотечение. В любой момент может произойти кровоизлияние в мозг. Всё время нужны деньги на лекарства. Даже на эти заменители, поддерживающие организм. За эти месяцы мы потратили больше 30 тысяч сомов. Мы всегда берём в долг или просим у родственников. А если деньги закончатся и неоткуда будет их брать, то что делать? Умирать будем. Препараты, которые обеспечили бы калычу свёртывание крови, он купить не может. Слишком дорогие. Один стоит 400 евро. А эти больные нуждаются в пожизненной заместительной терапии недостающего фактора. Из-за отсутствия лекарств они обходятся компонентами крови – плазмой и криопецепитатом. Плазму покупают сами, а второй компонент бесплатный. 8 тысяч евро нужно, да? Да, просто аппендицепт. Да, просто чтобы аппендицепт долить. Иначе ни один хирург не возьмётся за эту операцию, потому что он может умереть на столе от кровотечения. По рекомендации Всемирной Федерации, если закупка будет… Получается, у нас население 6 миллионов, 6 миллионов, то 6 миллионов единиц фактора нужно. А сейчас закупается фактически около 800 тысяч единиц. Это даже нет миллиона единиц. Около 100 человек пришли к Минздраву. Это только те, кто добрался до Бишкека. Вообще в стране больше 350 больных гемофилей. Они просят Минздрав обеспечить их необходимыми лекарствами и тем самым дать надежду на жизнь. Но пока нет ни лекарств, ни надежды. У нас только одно требование. Нам не хватает фактора 8-го, 9-го. Если у нас было бы достаточное количество этого лекарства, наши дети бы не страдали. В конференц-зале, куда представители Минздрава пригласили участников акции, эти люди готовы говорить о своих бедах бесконечно. Представители Минздрава пытаются успокоить людей, но признаются, что денег на необходимые препараты в бюджете нет. «В этом году на препараты в бюджете заложено 22 миллиона. Это мизерная сумма. Даже на всех детей с гемофилией её не хватает. У нас было рассчитано всё более или менее на 110 детей на 2015 год. А в прошлом году ещё 13 детей родились с этим диагнозом. А чтобы обеспечить лекарствами взрослых, мы в бюджете запросили 30 миллионов дополнительно. Если выделят, то мы закупим». А пока больные гемофилией зависят от донорской крови. Только она может поддержать организм в случае очередного пореза или ушиба. На этой неделе была организована акция по сбору крови. «Криопрецептат им нужен. Он жизненно необходим таким людям, больным с гемофилией. При различных травмах, если они получили травму, ему срочно надо влить это лекарство». А Никите через год исполнится 16, и он потеряет право на льготные лекарства. Но парень не теряет надежды и даже строит планы на будущее. «МВД пойти учиться, закончить школу. Отучиться нормально». Страна готовится к Дню Великой Победы. Согласно плану, утвержденному правительством, 9 мая во всех областях пройдут мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице на площади Победы состоится торжественное мероприятие. После традиционно можно будет отведать солдатскую кашу, а вечером посмотреть на праздничный концерт. А на Старой площади состоится шествие Бессмертного полка. Напомню, что колонны с фотографиями героев войны проходят 9 мая во многих странах мира. Кыргызстан подключился к этой акции в 2013 году. «Бессмертный полк» всколыхнул волну памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и партизанах, узниках лагерей, блокадниках. Обо всех тех, кто внес вклад в общее дело Победы над фашизмом. О героях Великой Отечественной войны и об истории Бессмертного полка расскажет Алтенбек Таланбеков. На 71-ю годовщину Победы в этом году в Афше и Бишкеке победным строем почтят память павших героев. В четвертый раз к шествию Бессмертного полка готовятся в тысячах кыргызских семей. О своих ветеранах с чувством трепетной гордости рассказывают дети, внуки и правнуки. Бексултан Джурсонов ушел на войну в 1939 году 19-летним юношей. Домой вернулся только в 1946-м. Пройдя солдатам Советской Армии всю войну, его дочь Аджар Джурсонова тепло вспоминает об отце. Он служил на Белорусском фронте командиром артиллерийского оружия. За доблесть и отвагу, проявленные на Великой Отечественной войне, он получил награды за отвагу, за взятие Варшавы, за взятие Берлина и за победу над Германией. Семья Бексултана Джурсонова уже второй год будет участвовать в шествии полка. Понесут фотографию своего деда и внуки Аширжана Орзиева. Фронтовик в первые же дни войны получил ранение в руку и был отправлен в тыл. Он больше не был на передовой, но тяжелым трудом ковал победу в тылу. Мы-то не видели, не слышали, и не они не слышали бомб этих, но очень тяжелая работа была на поле, потому что разруха. Я даже сама помню, хоть с 47-го года рождения, в 53-м, когда я в школу пошла, я же босиком пошла в школу, ничего не было. В Бишкеке бессмертный полк прошагает от южных ворот до площади Победы. Бессмертный полк уравнял всех вне зависимости от званий. Он наградил их высшим званием фронтовика. И бессмертным шагом в одном строю пройдут санитары и саперы, летчики и танкисты, лейтенанты и генералы, маршалы и рядовые. 9 мая водителям придется заранее выбирать маршрут. Во время шествия движение ограничат на 12 перекрестках. Сбор на южных воротах состоится в 9 часов утра. Колонна двинется по бывшей Советской до улицы Фрунзе и повернет на площадь Победы. Люди хотят пройти, что эта акция именно народная. Люди готовят портреты. А, еще забыла сказать, что на головном штабном сайте «Мой полк» есть наша страница, куда каждый желающий должен занести имя своего деда, фотографию, историю. Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 5 лет назад в Томске. 2000 детей и внуков, ветеранов Великой Отечественной войны с портретами в руках прошли по центральной улице города. На следующий год к акции присоединились другие города, поселки, страны. В числе первых был и Кыргызстан. «Мы можем сделать, наверное, немного для того, чтобы как-то эту память сохранить. И «Бессмертный полк» – это, в общем-то, одна из тех возможностей именно для сохранения памяти, для того, чтобы эта война больше не повторилась». Самодельных плакатов в этом году будет немного. Люди доверяют оформлению дорогих сердцу фотографий специалистам, трепетно выбирая самые лучшие снимки своих дедов и прадедов. Многие компании откликнулись на то, чтобы сделать транспаранты. Некоторые распечатали на свои средства плакаты на баннерах. Акция «Бессмертный полк», которая должна будет проходить у нас в День Победы, говорит о том, что в Кыргызстанции, которые большой вклад выложили в Великую Отечественную войну, более 360 тысяч человек ушло на фронт, больше половины не вернулось. Из них 73 героя Советского Союза, 33 кавалера орденов славы, более 160 тысяч награждены орденами медалей. Это такие герои, как Даир Асанов, Талгат Бегельдинов, Чулпанбай Тюлибердиев, Двичанкул Шапоков. Нельзя забывать и про 28 панфиловцев, героев Советского Союза, которым были присвоены герои Советского Союза. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в 50 странах мира. Сотни тысяч фотографий, одни уже пожелтевшие от времени, другие восстановленные понесут дети, внуки и правнуки тех, кто победил фашизм. На табличках короткая биография или просто имена ветеранов. Всего за пять лет «Бессмертный полк» превратился в целую армию, в которой никто не забыт, ничто не забыто. И таковы были главные события прошедших дней. Вы смотрели программу «Итоги недели». С вами была Джулдус Джумабекова. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания, с праздником вас и хороших выходных.